так всем привет вот уже прошли новогодний праздник 1 февраля а я до сих пор ничего не ремонтировал и видео не снимал хотелось бы рассказать про мою коллекцию телефонов которые там нас за собирал за последние там семь лет и планы что будем потом аду собираться сделать ремонтировать там прошивать паять в общем эта коробочка под названием htc здесь у меня собранные разные модели смартфонов htc в основном это windows мобайл это только windows мобайл меня именно тот привод интересует когда уходили на windows мобайл это какой-то у нас старенький htc но он полностью рабочий вот и вот такое продолжение не помню что за модель мт компакт как он здесь называется лес 200 или 210 что-то такое в общем это два рабочих надо просто прошить банально прошитесь прошу это то ли немецкая то еще какая-то хрень а вот мой любимый htc universal unique так называемый это вариация оператора во 2 но не у разбит дисплей как видим немного на жизнь его потягала он так он вообще в отличный корпус в отличном состоянии механизм рабочий заменить дисплей собрать черники даже на растилус имеется родной стилуса такая большая редкость для этого коммуникатора у меня их сколько около четыре штуки на их до четыре этих пукашки вот от the mobile серебристый тоже с разбитым экраном экрана видится это вообще как не знаю механизм под расшатаны он не звук а вот с этим кажись я ходил о вот я его покупал на радио рынке помню лет пять назад если одно время ходил я здесь целый дисплей я надеюсь заглажено в общем будем перекидывать собирать даже android нужно по нему запилю если какие-то ссылки битые все конечно но что там и сделаем легендарная модель универсум htc так далее какой-то хрень чехле открываем что-то знакомое а это же легенда легенда htc hd2 ну это вообще его обойти я не мог просто не мог эту модель бросить меня здесь кажись а вот она раз два три 4 4 еще там два разобраны вот с этим я ходил чехольчик у него есть задних крышек но это просто телефон легенда легендарь не тусово сказать изначально он выходил на windows мобайл потом энтузиасты и windows font 7 ему прошивочку сделали и на android и очень часто до сих пор он продается видно на андроиде представляете модель 2009 года и на андроиде до сих пор как я не знаю там куча дел с ним творили очень хорошая модель было до своего времени танк сплошь туси О, настанем вот это, это у нас WIZARD QTEK или как он всё, в общем, это HTC VISA от WIZARD 200, QTEK 9000, кажется, если не ошибаюсь. Вот такой вот QWERTY смартфон, один из первых, один из первых QWERTY смартфонов. А этот у нас американская версия, 8125 сингуляр, он просто в идеале, его доставать с коробочки не было жалко. Вообще просто жесть, вот как он красавец какой. Кто-то мечтал, тоже прошить надо, посмотреть надо, ну всё, руки не доходят тогда. В общем, что дальше у нас, дальше идут у нас HTC Blue Angel, 6 штук. Я с ними занимался, вроде даже поднял, поднял я какой-то QTEK, QTEK 9090 или как он там, да. Ну это просто лопата, какой он огромный. Одно время мне пришёл, как так, вроде как продаёт, говорит, рабочий. При запуске он вмешается, матрас, ну три цвета. Красный, синий и белый, кажется. То есть заходит bootloader. Я психанул, бля, и разобрал его, начал там прошивать. Оказалось, как, сука, такая прошивка была и, блядь, заставка такая была. Видимо, кто делал эту прошивку, любительскую, был, блядь, на приколе. Вот чёрненький Blue Angel от XDA3, от оператора O2. Вроде всё фурычит, рабочий, даже пломба есть. Его отмыть, прошить и походить с ним тоже надо. Вот это вообще чёрненький в идеале, блядь. Это хорошее, хорошее сохран. Ну, единственное, что мне не нравится, это экран. Экранчик такой, ну... Ну, в те времена он был, как бы, топовый, но со временем. Экранчик лежит. А вот здесь тоже, подождите, это с пломбами ещё был. Вот тоже. А, два чёрных у меня. Я не знал. Давно не скрывал. Да, заводская пломба. Два чёрных. Так, следующая партия. Это у нас Touch Pro. Touch Pro 2, кажется, да? Я с одним ходил. Ну, это, наверное, последний квартек коммуникатор на Windows Mobile от HTC. Помню, батарейку заказывал для него. Это американская версия. С внизу под наушники 3.5. Звук здесь просто божественный. Два динамика. Вот они. Громкие, чёткие. Современные андроиды. Я не знаю. Ну, дешёвок. Относительно. Так звук не делает. Три штучки. Вот здесь видно. Нету 3.5 разъёма. Просто mini USB. Я уже не помню. Вроде все рабочие, но надо посмотреть шлейф или дисплей. Это была у нас коробочка с HTC. Не помню, всё это не всё. Сейчас гляну, посмотрю дальше. И чём. Продолжение следует...